Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное, за неделю расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Актовый зал на 600 мест со сцены и отдельным помещением под костюмерные. Школу подобного типа до этого можно было увидеть только в Южном городе. И вот спустя некоторое время, похоже, появилась в микрорайоне Новая Самара. Классы с интерактивными досками и мастерские с самым современным оборудованием. В просторных коридорах есть даже роботы-помощники. В будущем они будут следить за детьми во время уроков и перемен. Пропускная система на входе позволяет не только идентифицировать личность ученика, но и измерить температуру тела. Установлен терминал, ребенок подходит, измеряет температуру и терминал открывается. Школа стала первым в микрорайоне учебным заведением. Детей она сможет принять уже в сентябре. Остались последние подготовительные штрихи. В порядок необходимо привезти газоны, прилегающие к зданию территорию, и сделать генеральную уборку. Не оставили без внимания проверяющие строительство детского сада в границах улиц Ташкентской, Московского шоссея, Георгия Димитрова, вблизи 79-й Самарской школы. Его возводят по запросу жителей микрорайона. По проекту здесь предусмотрены ясли для малышей, а также музыкальные классы, современный спортзал. Еще одно дошкольное учреждение, ожидающее сдачи в эксплуатацию к сентябрю 2021 года, детский сад на Подшипниковой, 27. Он будет рассчитан на 112 мест, 21 из которых выделят подъясненные группы. Также в учреждении создадут группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройством аутического спектра. Под особым контролем главы города находятся и объекты дорожной сети, которые в этом году начали планово благоустраивать. Работы ведут на самых сложных участках проспекта Кирова и заводского шоссе. И хотя специалистам пришлось провести небольшую работу над ошибками, ремонт дороги идет без нарушений и согласно графику. Мы приглашали в лабораторию, проводили все испытания под нагрузкой. Никаких претензий от собственников нет. То есть все, что мы переделали, мы сделали очень качественно. Не менее качественным и красивым обещают сделать и сквер памяти борцам революции. Территория находится возле здания фабрики кухни, в котором в будущем расположится филиал Третьяковской галереи. Строительство сквера началось 4 мая. Деревья снесены именно те, которые старые, то есть уже непригодные. Все деревья, которые хорошие, они сохранены. Мало того, здесь будет высадка большого количества культурных деревьев. Тут и лиственницы, и каштаны, и так далее, и липы. Объем работы еще очень серьезный. И максимально сейчас разговариваем с подрядчиками по сокращению сроков. Но тем не менее, надеемся, все графики выдержатся. Преображение дворов и территорий продолжится во всех районах города. В апреле этого года стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства в 2022 году. Отдать свой голос можно до 30 мая на платформе 63.городсреда.ру через голосуслуги или виджет «Мой выбор. Мое будущее» на сайтах администрации Самары и внутригородских районов. Ольга Павлова, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События. Деревянные кружева, которые нужно сохранить. Новый проект сохранения и экспонирования оконных наличников самарских домов показали Елене Лапушкиной. Глава Самары инициативу авторов поддержала. Архитектурные элементы 19-го и 20-го веков оставят в целости благодаря музификации. Что это такое, узнала мэрия Илчан. Сохранить деревянное зодчество в Самаре. В городе есть много исторических объектов, которые не обладают охранным статусом и разрушаются. Для того, чтобы оставить хотя бы часть архитектурных элементов 19-го начала 20-го веков, было принято решение создать серийный комплексный объект, где наличники смогут получить новую жизнь. Это не закрытые павильоны, это такая пространственная рама, где именно оригинальные наличники, это важно, не восстановленные по чертежам, а именно те, которые удалось сохранить, они размещаются в таком, ну, скажем, пространственной конструкции, и к ним можно подойти, прочитать историю дома, посмотреть, где он раньше располагался. Новый проект представили главе города Елене Лапушкиной. Самара в лидерах по количеству сохранившихся деревянных и кирпично-деревянных построек до революционного периода в России. По словам авторов проекта, есть немало неравнодушных людей, которые сохраняют наличники, и этого количества хватит уже сейчас на несколько павильонов. Когда мы говорим о детальном сохранении именно этого элемента, то это дает нам какую-то надежду на то, что это в будущем будет дальше сохраняться. Мне жаль, что в России утрачена тема изготовления наличников, потому что когда-то каждый хозяин, который строил свой дом, пытался заложить туда какую-то свою собственную историю. Архитектурная часть работы уже сделана. Сейчас авторы изучают практики хранения деревянных оконных узоров, чтобы выявить сильные и слабые стороны проекта. Теперь предстоит выбрать место в историческом центре Самары, где разместят оригинальные наличники. Приоритет отдадут туристическим маршрутам. Мэри Елчан, Василий Калдашов, События. После трагических событий в Казани по поручению губернатора Дмитрия Азарова и главы Самары Лены Лапушкиной, все образовательные учреждения проверили на предмет безопасности. С инспекции на места выехала и наша съемочная группа. Три звонка, сигнал тревоги. Дальше все по многократно отрепетированному сценарию. Нужно следовать указаниям педагога. Так, ребята, внимание, пожалуйста. Встали, построились все. Сначала третий ряд, за ним второй ряд, за ним первый ряд. Замыкающая у нас Аня Кондратенко, она будет ответственная. Так выглядит план полной эвакуации. Школа 132, например, задача справилась за три минуты. Если требуется эвакуация частичная, об этом объявляют в громкоговоритель и потоки всех классов разводят в обход заблокированной части здания. В школе заключены договора с частным охранным предприятием. Охранник в наличии. Есть тревожная кнопка, есть очень хорошее видеонаблюдение, исправный металлодетектор. Кроме того, раз в три месяца мы проводим инструктаж с сотрудниками школы, а потом уже классные руководители обучают детей мерам безопасности. В каждом кабинете находится план эвакуации. С этими планами знакомы и дети, и учителя. Сейчас проще, потому что кабинетная система, и дети четко знают, в каком кабинете они находятся, знают план эвакуации. После трагических событий в Казани эти навыки приобрели особую значимость. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, главой городского округа Самары Елены Лапушкиной, дано указание незамедлительно проверить все образовательные учреждения на предмет безопасности. Наличие металлодетекторов, кнопок тревожной сигнализации, отлаженность взаимодействия педагогов с силовыми структурами. Мы ставим задачу проверить абсолютно все. На первом этапе за вчерашний день абсолютно все учреждения прошли проверку силами собственными, создав внутренние проверочные комиссии. И в данный момент мы продолжаем проверки уже внешне со стороны департамента. В первую очередь проверяем исправность этого металлодетектора, потому что это немаловажную роль играют, находятся они непосредственно на входе в здание. Второе – это работа непосредственно охранников, то есть как они реагируют. Также смотрим журналы структажа охранников, работоспособность камер по периметру учебных учреждений – тоже немаловажный вопрос, тоже уделяется особое внимание. Проверки проходят не только в школах, но и во всех детских садах, вузах и СУЗах, а также в учреждениях дополнительного образования. Ольга Хомракулова, Василий Колдашов. События. Какой будет стела город трудовой доблести – решат самарцы. В столице региона продолжаются общественные обсуждения тематики, которая в будущем найдет отражение на монументе. На очередном заседании рабочей группы под руководством главы Самары Елены Лапушкиной было принято решение дать право голоса жителям областного центра. Об интересных решениях, исторических фактах и о том, как заявить идею, чтобы она не осталась, не замечена и репортаж Ольги Павловой. Очередное заседание, очередные предложения, и, кажется, невозможно отказаться ни от одного исторического факта. У запасной столицы Куйбышева настолько богатая история, что у собравшихся то и дело возникает вопрос, как уместить всю важную информацию на пилонах памятной стеллы. Из всех городов, в которых мы создали стеллы, самые информативные, самые информативные, вне конкуренции. Здесь очень много материала, и это, мне кажется, здорово. О промышленной, культурной, оборонной и дипломатической столице уже собран ряд исторических фактов и материалов, нашедших свое отражение в памятных фотографиях прошлых лет. Наполнить информационные пилоны решено важными и культовыми событиями, которые произошли во время войны. Яркие фотографии сначала переведут в графику, затем все снимки распределят по тонам и при помощи 3D-принтера сделают их объемными. Дальше уже работают скульптора, которые вкладывают в жизнь, уже работает пластилин, где утончаются, обобщаются, делаются точные моменты, фрагменты, блики на этом изображении. В итоге мы, по сути, получаем в той же бронзе благородный цвет металла, мы видим эту настоящую бронзу. В коллекции рабочей группы уже около ста исторических фотографий. К примеру, на этой известный штурмовик Ил-2 пикирует над городом. Здесь показана работа куйбышевских оборонных предприятий. А этот снимок и вовсе уникальный. С легендарного военного парада 7 ноября наши земляки уходили на фронт. Вскоре фотоснимки станут полноценными графическими картинами, которые нанесут на центральный обелиск с правой и левой сторон. Но самую важную информацию разместят на пилонах монумента. Материалы не только будут просты и понятны обывателю. Выбирать тематику наполнения пилонов стеллы смогут сами жители города. Конечно, мы очень ждем этого общественного обсуждения. И в дальнейшем рабочая группа будет очень внимательно рассматривать те предложения, которые будут высказаны жителями. Принять участие в обсуждении об информационном наполнении стеллы «Город трудовой доблести» может любой житель Самары. Для этого необходимо отправить свою идею на электронную почту по адресу, который вы видите на экране. Мнение также можно оставить на сайте samaradefizdobles.rf. Уже в сентябре наш город станет третьим по счету после Магнитогорска и Челябинска, где откроется памятный монумент. События. Успеть в последний вагон. Туроператоры предупредили, что мест на российском юге может не хватить всем желающим отдохнуть. Спрос на курорты возрос еще в майские праздники. При этом отели резко выросли в цене. Куда самарцы планируют отправиться летом и с какими проблемами приходится сталкиваться, узнала Светлана Кудрявцева. Отдых на российских курортах летом станет дороже. Об этом уже предупредили в Общероссийском союзе индустрии гостеприимства. Дело в том, что выросли затраты, дорожают услуги, ательеры закладывают риски на тот случай, если вдруг ведут ограничения. А самое главное, на отдых в России есть высокий спрос. Он вырос еще в майские праздники после закрытия популярных направлений Турции и Танзании и объявления длинных выходных. Многие самарцы в эти дни отправились в путешествие. Помимо Сочи, на самом деле, наши самарцы ездили и в Калининград, благо прямые рейсы отсюда из Самары есть. В Питер очень много народу съездило. Кто-то по Золотому кольцу поехал, кто-то воспользовался началом навигации и взял речные круизы. Свою роль сыграла программа туристического кэшбэка, которую сначала установили до 15 июня, а теперь продлили на весь год. При бронировании туров в России с карты МИР возвращается сумма в 20%, но не больше 20 тысяч рублей. На начало мая такой программой воспользовались уже более миллионы граждан. Путешественникам вернули средства на 4 миллиарда рублей. Однако при оформлении туров с кэшбэком многие столкнулись с проблемами. У тех операторов, которые работают с этой программой, стоимость отелей оказалась как раз на 20% выше. Некоторым туристам пришлось отменять отдых из-за роста цен на самолет, ну а тем, кто бронировал комнаты раньше, отказали сами гостиницы. Серьезные у нас претензии к некоторым отелям, поскольку раннее бронирование многие отели провалили. Были забронированы туры в Крыму, полностью оплачены. Но когда начался высокий сезон, то некоторые отели стали отказываться с тем, чтобы продать подороже. Как отмечают в туркомпаниях, цены на отдых в Крыму и Краснодарском крае в майские праздники выросли на 30-50%. Сейчас цены стабилизируются, но к лету обещают новый взлет. Но и тем, кто решит остаться в родном регионе, летом будет что посмотреть, говорят туроператоры. Есть обширная программа по Самарской Луке, к Крачейским скалам, в Бузулукский Бордо и просто по городам региона. В чем-то представление Тольятти – это город, связанный с автостроением. Когда люди приезжают и видят красивые пляжи, яхты, Жигулевское море, то совершенно меняется представление о нашем регионе. Это, конечно, Сызрань. Я называю Сызрань такой вот шкатулкой архитектурной. Это и наши муниципальные районы, где тоже есть у каждого своя изюминка. Можно по любому поводу приехать в Самарскую область, отдохнуть, попутешествовать, совместить с каким-то событием ярким, красочно. Полечиться. Высокий спрос ожидается летом на турбазах и в санаториях Самарской области. Ждет гостей и столица региона. По данным Российского сервиса бронирования жилья для отдыха и путешествий, Самара попала в топ-10 туристических городов Паволжья. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. По историческому центру города с ветерком в Самаре начал курсировать автобус-кабриолет. Каждые два часа экскурсионная машина проходит маршрут по центральной части города, проезжая самые знаковые места. О городе пассажирам рассказывает аудиогид, текст которого переведен на 8 языков. Одной из первых на кабриолете прокатилась Мария Левина. Почувствовать себя туристом в родном городе можно с сегодняшнего дня. По Самаре начал курсировать автобус-кабриолет. Каждые два часа машина с открытым на все 360 градусов обзором выдвигается от остановки речной вокзал и начинает свой маршрут. Мы максимально выбрали эти остановки, этот маршрут, историю, чтобы захватить историю в первую очередь, и новую Самару. То есть такой маршрут очень интересный. Мы начинаем немножко снова по маршруту, а потом заканчиваем в старый, заезжаем уже в старый. На пути туристов ожидает 7 остановок. Приобретенный билет действует на протяжении всего дня. Можно выйти погулять, а потом сесть на второй круг автобуса. А я сяду в кабриолет и уеду не куда-нибудь, а на экскурсию по историческому центру Самары. Всего полтора часа из современного мегаполиса мы переносимся в купеческий город на берегу Волги. Это точно автобус, а не машина времени. Сопровождает туристов пути аудиогид. Текст переведен на 8 языков. Их выбирали исходя из статистики, судя по которой самыми частыми гостями Самарской губернии в 2020 году стали китайцы. На втором месте оказались европейцы, англичане, немцы и испанцы. И замыкают тройку лидеров туристов из стран арабского мира. Путешественников в Самарской области в прошлом году стало больше на 6%. В цифрах это почти полтора миллиона человек. Правда, в 2020 приезжали в основном жители других российских городов. Большую роль здесь сыграла пандемия и закрытие границ. Самара с ее курортным побережьем Волги стала привлекательней для отдыхающих. Вырос и объем их трат на 30%. Гости города за 2020 год оставили здесь более 8 миллиардов рублей. Условия для привлечения путешественников создавались и региональным министерством. Отрасль, несмотря на этот сложный вызов, успела трансформироваться и создать те самые уникальные предложения для туристов, которые выбрали в качестве своих путешествий нашу родину. Создавались специальные тарифы на проживание в гостиницах и акции. И как итог, туристы стали не только чаще приезжать в Самару, но и жить здесь дольше. В среднем гости задерживаются в регионе на неделю. В этом году в Самаре готовят еще больше сюрпризов для туристов. Часть из них горожане уже успели заметить. Это прокат самокатов, которые в планах оснастить аудиогидами, благоустроить маршрут в горе Светелка и открыть второе направление на подходе к горе Стрельное. Этим летом Самара открывает свои границы, оправдывая свое звание города-курорта. Мария Ильевна, Николай Сидоров, События. Мусульмане Самары, как и всего мира, отметили один из главнейших религиозных праздников – Ураза-Байрам. Он знаменует окончание поста, который соблюдали на протяжении месяца Рамазан, он же Рамадан. Как встретили Ураза-Байрам в Самаре, увидела Гульфия Сафина. С первыми лучами солнца священный праздник Ураза-Байрам объединил всех мусульман Самары праздничным намазом Гаеб. Впервые намаз проходит с соблюдением масочного режима, а большая часть прихожан разместилась за стенами соборной мечети. Первый день месяца Шаваль по исламскому календарю, согласно мусульманской традиции, являет собой не только завершение строгого поста и возвращение к привычной жизни, но и торжество примирения, братства народов и спасения от ада. Сегодня у нас праздник. Упостящегося пророк Мирима сказал две радости. Земная, когда все-таки человек встретился с едой, есть возможность кушать. И радость того, что перед Всевышним, когда придется отвечать за пост, за вот эту обязанность, предписанное деяние, он уже пройдет это испытание легко. С окончанием месяца Рамазан, он же Рамадан, самарским мусульманам передал поздравления и губернатор Дмитрий Азаров. В Самарской области на протяжении многих веков не проживут и трудятся представители многих национальностей и конфессий, в связи с чем Ураза Байрана является неотъемлемой частью культурно-историческому наследию. В эти радостные дни желаю всем мусульманам Самарской области мира, добра и благополучия. Праздник Ураза будет длиться еще три дня. Согласно предписаниям Корана, это время мусульманам рекомендуется провести с щедрым сердцем. По традиции, после утренней проповеди и намаза принято раздавать милостыню садака и собираться за праздничным столом в кругу самых родных и любимых. В светской жизни Дамир и Вероника Шагидулины прекрасно ладят современными трендами и готовы доказать, что соблюдение религиозных обычаев не проблема для развития. Обращение к традициям своей культуры и веры в молодой семье было единодушным. Праздник Ураза в доме отмечается с таким же размахом, как и Новый год. С национальными блюдами, подарками, шарами и цветами. Из покон веков и бабушки, и дедушки, мы к ним ездили, приезжали в деревню, татарскую деревню. С утра ходили в мечеть, праздничный намаз и вечером уже всех собирали гостей, родственников. Конечно, это очень приятно. Для мусульман это вообще один из самых главных праздников. Это Курбан Байрам, Ураза Байрам. Это два самых главных праздника для мусульман. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События. Баскетбольная Самара бьет свои же рекорды. В этом спортивном сезоне клуб завоевал четыре награды. По две в мужском и женском баскетболе. Спортсменов, тренеров и обслуживающий персонал накануне поздравили с успешными результатами. Наш корреспондент продолжит. Стать чемпионом проще, чем защитить этот титул. Аксиома знакома каждому спортсмену. Вот и баскетболистам клуба Самара пришлось испытать это на себе в прошедшем сезоне. Мужская команда подтвердила звание сильнейшей в Суперлиге 1 национального чемпионата. Завоевала второй чемпионский титул. В довесок стала бронзовым призером Кубка России. Очень сложно что-то говорить адекватное, потому что эмоциональное завершение сезона, а сейчас как раз эмоциональная яма. Очень сложно играть, очень сложно доказывать. Но если ты идешь к одной цели 10 месяцев, то она и слаще из-за этого. Женская команда тоже выдала на гора. Дебютировав в Суперлиге 1, с первой же попытки, невзирая на авторитеты, завоевала серебряные медали. Вторая команда уже по уличному баскетболу также с первого раза заняла второе место в чемпионате страны. Второе место я считаю, что это очень хорошее окончание для сезона. Да, конечно, как всегда хочется максимально золота. Поэтому сказать, что мы расстроились, нет. Да, хотели, не получилось. У меня, например, в семье много спортсменов. И многие, кто, например, за всю карьеру мало медалей каких-то в чемпионате, как говорят, всероссийских, занимал. Поэтому за меня только порадовались все. Поэтому я думаю, что и у каждого игрока так же были. Я не думаю, что кого-то поругали за серебро. Поздравить спортсменов, тренеров и врачей команд приехали не только руководство клуба «Самара», но и губернатор Дмитрий Азаров, глава «Самара» Елена Лапушкина и президент областной федерации баскетбола Владимир Аветисян. Каждому вручили золотую медаль чемпионов России. Хочу поблагодарить всех вас за этот замечательный баскетбольный сезон, который доставил столько радости поклонникам игры в Самарской области. Велись как львы. Поэтому с уверенностью смотрим будущее. Смотрим будущее благодаря тому, что на территории Самарской области создана правильная система подготовки баскетболистов. Вот не во всех видах спорта у нас такая система есть. Она какая-то по-настоящему народная команда. У нас все свое. Вот как на приусадебном участке. Тренеры, игроки, звезды. Потому что играют руками в баскетбол, но, как мы знаем, выигрывают головой, выигрывают сердцем. Руководство клуба пообещало руководству региона и федерации и дальше покорять баскетбольные вершины как всероссийского, так и международного уровня. Сергей Кизорко, Николай Сидоров. События. Крылья Советов уступили в финале Кубка России по футболу. Матч проходил на стадионе в Нижнем Новгороде, построенном к чемпионату мира 2018 года. В городе организовали отличный прием гостей и сделали прекрасный футбольный праздник. Эксклюзивные кадры перед игрой и после финального свистка нам предоставили коллеги с ННТВ. Дух чемпионата мира по футболу вернулся на пару дней в Нижний Новгород, который принимал финал Кубка России. Город оккупировали поклонники Крыльев и Локомотива, легко отличимые в толпе своей атрибутикой. Перед стадионом, как и в 2018-м, выступления артистов и разные развлечения. И самое главное – надежда в глазах фанатов на победу любимого клуба. Они хорошо идут на самом деле. Они вышли в вышку, поэтому я думаю, что Локомотив в последние матчи подсел. Надеюсь, что выиграют. Атмосфера просто офигенная. На самом деле у меня сегодня все друзья собрались из разных городов. Мы все консолидировались просто в одном месте. Мне очень приятно здесь находиться в вашем очень уютном городе Нижний Новгород. Так же, как и во время чемпионата мира, для тех, кто не попал на стадион, была организована фан-зона, где транслировался матч. А вот те, кто урвал желанный билет, смогли вживую насладиться потрясающим матчем. Матч самарцы начали активно. Создали несколько моментов у ворот соперника, но счет открыли москвичи на 14-й минуте. Фрунсуак Амано воспользовался ошибкой волжских игроков. Но крылья быстро отыгрались. Идеальную комбинацию завершил Сорвели. До перерыва счет не изменился, хотя в концовке самарцы могли забить. Но железнодорожников спас галкипер Гильерми. В начале второго тайма арбитр назначил пенальти ворота крыльев. 11-метровый реализовал Федор Смолов. Отыграться еще раз волжане не смогли, а ближе к финальному свистку пропустили еще один гол. На 84-й минуте Серкей Рамурилло после подачи с углового переправил мяч в сетку. После игры организаторы представили красивую церемонию награждения. Стадион был подсвечен цветами победителей, а на поле было спроецировано лазерное шоу. Андрей Горгуленко. События. На этом все. Будьте здоровы. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!